Евгений Дмитриевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ваше творчество можно назвать музыкальной алхимией. И все потому, что вы один из немногих советских народных композиторов, кто очень вот так чутко, тонко и проникновенно, в общем-то, играет на струнах человеческой души. Вот в чем секрет? Я всегда учитываю состояние. Вот свое. И, естественно, ставлю себя на место того слушателя, который сидит рядом со мной, который начинает кривить физиономию. И я пытаюсь исправить это его состояние. Поэтому у меня, вот я когда слушаю свои произведения, которые написаны свободно, естественно, и мне нравится, потому что... Я говорю, что мне нравится, потому что это так должно быть. Я не понимаю, а мне все равно. А нет, мне все равно. Я пишу, чтобы мне нравилось, чтобы я был влюблен в свое творчество. И если я влюблен в свое творчество, часть любви попадет и в зал. Вот мы заговорили с вами о состоянии к двум стам кинокартинам вы написали музыку. Вот я, если честно, сама очень проникновенная и влюблена в них. Это и табор уходит в небо, и о возвращении Будулая, и, ну, самая, наверное, из них проникновенная, мы ласковый и нежный зверь, да? Она цепляет всех. Понятное дело, когда писали, то вы писали и относитесь к своим композициям, как к детям. Я просто как мама это прекрасно понимаю. Но есть ли среди них те, которые давались нелегко? Может быть, были как капризный ребенок? Или вот что-то не шло с самого начала? Тот же ласковый и зверя, я вам скажу, после вальса. Я не мог писать ничего. А почему? Потому что я неправильно выбрал точку, исходную точку. Я брал исходную точку этого вальса. А мне нужно было отойти от нее. И надо искать было нулевую точку. И только спустя некоторое время, и я помню даже, как это случилось, я жил тогда в гостинице «Мосфильма». И утром по дороге в магазин, я так до магазина не дошел, вернулся быстро. Не мелодия появляется, это все брехня. Что-то мелодия появляется. Не мелодия, а ощущение. Вот состояние. Что-то такое твой движет. И когда ты уже приходишь к инструменту, и это состояние, оно начинает, как фотографию, когда проявляется. Сначала ложишь туда в эту самую проявитель, а оттуда начинает проявляться образ. Это абсолютно так. Вообще природа очень банальная вещь. Она по всем своим сегментам, она абсолютно по тем же принципам развивается. Если мы говорим о современных композициях, например, о современной музыке, есть ли среди них современные композиторы, чье творчество вам лично сейчас импонирует? Я стараюсь не слушать. Почему? Мне достаточно о своей. Хорошо. Ну а если мы говорим вот о талантах, вы сами открыли немало молодых талантов, можно ли говорить о том, что молодежи сейчас достаточно возможности для развития вот этого музыкального творчества, или все-таки нужна поддержка со стороны государства? Знаете, я не видел еще автомобиля без водителя. Вот судьба вот этих вот талантов зависит от этого водителя. Все-таки государство должно водить эту духовную машину. Она не может быть просто так. Она, к сожалению, сегодня предоставлена всяким дельцам, которые абсолютно к искусству не имеют даже права касаться. Вообще, что ни говори, но никакое другое искусство, кроме как музыки, мне кажется, не объединяет людей, не стеряет всякие границы. Абсолютно. К сожалению, правда, не все. Вот как вы видите свою, так сказать, вы знаете, роль в развитии российско-молдавских связей? Вы, я так узко, я не смотрю. Целенаправленно хочу свою музыку объединять в мир. Поэтому, что в России, что в Молдавии, что в Чехии, или в Китае, мне абсолютно все равно. Потому что я гастролирую по всему миру. И думаю, что я буду расширять амплитуду еще больше. Вот, может быть, к пингвинам доберусь, и чтобы они тоже поплясали. Ну это неплохо, неплохо. Евгений Дмитриевич, спасибо вам большое. Мы желаем вам творческих успехов, и чтобы музыка была вне границ всего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!